Девушки отдыхают Девушки отдыхают Не хватило тебя Тебе не кажется странным, что пять часов назад у тебя сидели из Москвы в твоем инстаграме? Жопа какая-то, бляжка, ты хуй, что ты всегда сделаешь? Я не хуй делаю, я тебе совет даю, чтобы у других людей твоего пароля не было, потому что у Лизы есть твой пароль. У Лизы есть мой пароль? Да. Это очень аху... Бум чуть левее дай. Ну я не хочу это обсуждать. Все нормально. Да ладно, давайте пообсуждаем. Володя, простите, какой он у нас молодец, решил поразвлекаться, втянул одного человека, непонятно зачем. Вера не в курсе. Вера не в курсе. Не, я слышал, там Володя устроил какой-то этот... Фингер-пати, фингер-пати, да? Фингер-пати, да? Фингер-пати, да? Эти девушки были окей. Да я сам, я не сам, сам думал, что они пока свечи будут. Да, Володя, я не знал, что ты такой... Да, Володя. Так еще даже обидно, честно говоря. Столько красивых девочек. Иди сюда, что я один... И боююсь с ними, у меня сто врагов. Да? Ну как хочешь. И Настя, какая бы б***ь, плачет. Да, что ж она прям джеда. Да, я такая, эм, окей. Я хотела его поблагодарить за цветы, но... Она даже за его веселье. Вышла чуть-чуть по-другому. А смысл убираться? А почему он спит? Ну ему стыдно, он просто не может глаза поднять. Или можешь? Нет, вообще. Да я не поднял, вообще. Что, чувак? Истеричка. Несмотря на милое личко, бум-истеричка, бум-истеричка. Чего нашел? Не знаю. Вы его не запетлищили? Он драма. А почему его не запетлищили? Теричек хватает. Вот я всегда хочу спросить. А почему не запетлищили его? Говори, что меня не запетлищили. Ну х**, она вообще... Что такое, рички? Не, они так, как зло ушли. Я сказал? Ну за***ли, все обижаться, б***ь. Что е***ли? А где Олей сейчас крестится? Тут сидела Кристина, я села туда, потому что не было места. Нет, это вообще не стоит. И просто поменяли, может, она обиделась. Мы начали говорить по поводу этой темы. И они только тогда ушли, потому что Кристине неприятно. А что Кристина? Какая тема? Я понимаю, что вы мальчики, и до вас столько довольны. Какая тема? Я только сейчас, девочки, очень тупо объясняю все. И вы хотите сказать, что Кристине неприятно, что я привел вчера девочек? А-а-а, точно! А-а-а, я раскрыл вас всех, вау! В конце первого сезона, когда камеры уехали, Володя как-то начал проявлять ко мне какую-то симпатию. Если ты не знаешь, ну вот он еще не был в Аксоне, он просто приезжал снимать, мы к нему так присматривали, чтобы позвать его в команду туда-сюда. И он как-то приехал из Субы поснимать. И мы что-то так пообщались, пообщались. И что-то как-то завязался разговор. И мы, по-моему, с тобой и с Машей и Верей ехали с метрополиса. И дочь ушел, что-то такое. И мы переписывались с Володей. И он говорит, блин, я сейчас типа катаюсь на тачке, что-то просто взял, подождем, и я думаю, блин, как прикольно сейчас покататься на тачке, подождем. Он такой, я за тобой заеду, поедем, покатаемся. И я такая, я думаю, так, что-то какой-то суренч. Я думаю, со мной заедет так Володя XXS, с которым я общаюсь, ну, типа, очень мало времени. Думаю, странно. Причем, конечно же, он не приехал там. Короче, я ждала, по-моему, до 4 утра, чтобы он приехал. Я такая сижу, там, м-м, м-м, м-м. Нет, и все-таки ложат спать. Я такая, ну, нет, я жду кое-кого. Сам факт, что он приехал, был дождь, он в тапочках таких, знаешь, всего на пляж ходить. Да, он приехал 4 утра, и тут дождь, это осень, и все, он приехал за мной. Да, и мы поехали кататься, ну, да, поехали кататься по ночной Москве, и все так хорошо вообще шло. Мы просто общались там, поехали, покушали, по Красной площади проехались, и все было нормально. Вот, мы едем в Сочи, все нормально, и я смотрю, значит, тут какие-то знаки внимания у меня внутри, что-то вот в бассейн, когда мы даже прыгали, он там меня берет, таки, да, что-то там подходит рядом, крутится, вертится. И потом, когда уехали камеры, мы там задержались, и что-то Володя прям как-то начал прям в правильном направлении двигаться. Прям, меня-то что-то обнимало, такой там ходил, ну, короче-то... А он целовает? Да. А в какой момент это все закончилось у нас? Какая тема шла? Блин, интересно. Я даже подумать не мог, что Кристи... Ой, бля, начинается театр... Что случилось? Садитесь. О, Господи, мне страшно стало. Я думала, она будет... Просто, Володя, страшно, бля, страшно. Я тоже продолжил. Давай, ага, сейчас... Почему ты не хочешь, чтобы тебя ассоциировали с Кристи? Я вообще не знаю, что меня ассоциируют с Кристи. Если вы хотите меня ассоциировать с Кристи, пожалуйста. Да, я знаю, что Володя не хочет, чтобы его ассоциировали со мной, либо какие-то наши пересечения. Мы даже тиктоки вместе не снимаем. Просто элементарно, потому что он говорит, а вдруг люди подумают, а вдруг что? Если это что-то, какая-то, знаете, ароматическая музыка или липсинг, все, сразу нет, сразу Володя убегает. Очень много девочек, которые хотят, чтобы со мной ассоциировался кто-то. Но главное, что я сам выбираю, с кем я хочу ассоциироваться, пока этой нет прекрасной девушки. Ну, блин, так было не всегда. Не всегда Володя шарахался от меня, если это реально можно сказать. И все это произошло тупо из одного человека, которого я всей душой, блин, ненавижу. Я возвращаюсь, и в этот момент приезжает Лиза. И просто какая-то полная дичь начинается. Со мной Володя не общается от слова совсем, он не здоровался. Мы живем в одном доме, мы не разговариваем, мы не здороваемся, мы не пересекаемся вообще даже взглядами хоть как-то. Я смотрю, он приходит мимо, ему как будто бы стыдно. Я тоже вообще не понимаю, что происходит. Она нам устроила разговор. Это был такой странный разговор. И я хотела спросить, Володя, да что происходит? Почему ты так со мной себя ведешь, если все было нормально абсолютно? Я вообще ничего не понимала. И он такой, ты мне уже не нравишься. Ты ко мне сильно привязалась. И начинает как-то вот так вот меня отталкивать. А я сижу, мы это сидим еще в ванной на полу. И вот так вот меня трясет. У меня уже просто идут слезы. А он такой, типа что происходит? А я не понимаю. Мы поговорили, и я иду в комнату, я просто лошусь на кровать, и меня берет страшная истерика. И я просто бьюсь в каких-то конвульсах. Я плачу, я кричу, я метаю все в комнате. Я не понимаю вообще, что происходит, почему со мной так поступают. Я могу в свое оправдание сказать, что у меня вообще никаких с ним отношений нету, даже в планах. Поэтому, Володь, поэтому... А как же? Ирина Шейк? Я. Ты? Ну у тебя... У тебя еда вкусная. Кристин, ну... Я одеваю. Я одеваю. Понимаю, понимаю, спасибо. Ну, как говорится, заслуживаю. С парнями что-то не складывается. Да, во-первых, с парнями складывается. Вообще что-то не идет прям. И ты постоянно думаешь, может быть, уже лесбуха, но, конечно, нет. Да, этого не дойдет. Конечно, нет. Чувихи, вам типа лет по пять. Я не знаю, сколько тебе? Те семь, а тебе, наверное, восемь. Я не знаю. Нет, типа, вы нормальных парней, наверное, просто не видели. Ну, это да. Ну, просто иногда это... Да, нет. Так вот, о чем мы там... Что? Почти, ты искала Володю? Да, ничего не искала. Что? Подожди, что? Ну, Володя, да. Они же это мутили. Ну, типа... Ты какой-то вообще не все. Я с вами не живу, типа, угорать. Я живу в Москве. У нее была депрессия из-за этого пидарку. Да, когда меня кинули из-за Лизы, у меня была жесткая депрессия. А Лиза с Володей мутили? Да. Нет, ну... А вначале вы начинали с Володей мутить? Да, и у нас все было хорошо, пока она нас не поссорила. Ну, типа... А Лиза такая вот она. Вот зараза, а! Недавно я поняла, что на самом деле она про меня что-то рассказала. Перед этим Володя и специально устроила этот разговор, чтобы вообще все оборвать. И я просто такая... Что? А я не знала этого всего. Я знала, что у вас с Володей что-то есть, но я думала, что все, типа, намного меньше, чем то, что ты рассказываешь. И как она может приходить ко мне в комнату, видя меня на корпус покапать, и потом идти к нему в комнату, и что-то про меня говорить, что я влюбленная, дура абсолютно. Она такие гадости ему про меня рассказывала, когда я тут билась в истерике. Я не знаю, зачем он ей понадобился, чтобы меня просто так устранить, и потом... Она серьезно вас пошел туда. Я не знаю, какой он плохой, ему рассказывала, какая я плохая, устроила нам разговор, и мы такие вдуем. Пока. А вы сыграли пешками в шахматной партии. Я этого не знала. Если что, она играет в шахматы и меня отпугает. Очень щепетильная тема, которая тебя всегда выводит на эмоции, это Лиза Василенко. Да, ненавижу ее. Прошлым летом, перед съемкой Реалити, я решил, что я хочу себе нового девочку в команде. За Лизой я следил очень давно, она мне очень нравилась, и мне очень нравился ее образ ангела в интернете. Оказалось, что этот человек далеко не ангел. Я поговорил с Герой, показал ему Лизу и говорю, я хочу ее перевести, хочу ей заниматься, хочу ей дать продвижение, знакомство, контракт и рекламу. На тот момент у нее был миллион подписчиков в Инстаграме и где-то полтора миллиона в ТикТоке. Довольно-таки не сильные цифры для топового блогера, но почему нет? Я реально понимал, что она может быть успешна. Где-то полгода мы пытались перевести ее из Украины, были большие проблемы, мы делали документы, мы делали всякие справки и так далее, для того, чтобы она переехала и держали просто так вот кулачки, для того, чтобы она пересекла границу. Не спали почти два дня и у нас это получилось, я был безумно этому рад. Поговорим о ситуации с Лизой Василенко и всех вот этих вот манипуляциях, которые она провела со всеми и со мной тоже меня обмануло. Мы едем в такси, разговариваем о ее шахматах, ее увлечениях и она меня просто ни с чего спрашивает, а какие у Марисен слабые места? Я просто хочу на них нажать вовремя, я просто сижу... У нас было собрание, на котором Кристина всем говорила и всех убеждала в том, что Лиза всем врет. Но почему-то все, и я в том числе, не поверили Кристине и когда говорила Кристина... Мне никто не поверил, я это все рассказываю и у нас со Степой складывается какой-то пазл, что она нам врет как-то постоянно и по-разному какую-то фигню рассказывает. Мы все такие, че? Типа как Лиза может врать кому-то? Типа как она может вообще сказать? Я это все рассказала ей в лицо и она такая, какой понт мне это делать? И начинаю все перестраивать. Лиза все время втирала нам какую-то дичь про манипуляции, вот это все такое. И когда она приходила в комнату или просто ко мне, она, знаете, вот так вот тебя трогает и... Алиш, ну... Ты же понимаешь, что... И все. Вот так вот. Я не знаю, типа как это работает, но Лиза... Мне страшно, реально страшно. И если что, после этого Алиша ушла с ней, и я сижу в комнату, думаю, ну все, я рассказала, и мне стало легче. И приходит ко мне Алиша и говорит, тебе, волка, зачем ты набрала про это все? И я думаю, что... Потому что Лиза потом всем сказала то, что ты набрала. Просто перед этим, ну, типа, мне не важно было никакие, типа, поддержки. Я говорю, Алиш, просто ты меня поддержи, потому что мне реально страшно. Ну, типа, фиг знает, что она за человек. Если она уже такое сделала, то я не знаю, что она может делать. Еще Володя стал с ней на одну эту сторону. Я говорю, просто, Алиш, поддержи меня, мне не будет. Ну, страшно. И после того, как Алиша приходит ко мне в комнату и говорит, так это ты набрала про все? И я просто такая, что? Я говорю, ты поверь человеку, с которым ты общаешься месяц, а не с тем, с кем год общаешься? И она говорит, да. Я набрала. И мне просто... Я реально, я тебе не знаю как. Ну, просто она очень... Она, типа, так говорила, как будто это реально правда было. Ну, мне правда стыдно, что я не поверила Кристине, с которой я, ну, вот, общаюсь с самого начала XO, то есть мы год уже общаемся. А Ализа, которая пришла, типа, вот, недавно, оказалась для меня тогда права. На самом деле я слишком поверил этому человеку, и я слишком отдал всего себя и постоянно защищал ее. И в конечном итоге я получил большую дозу негатива, порцию просто говна, которую мне пришлось съесть. Просто потому, что я когда-то поверил в нее. Она решила отпустить нам тем, что она просто засирает нас везде, всем агентством, всем блогерам. Реально неприятно, когда каждый раз, когда ты знакомишься с новыми людьми, и ты видишься с человеком впервые, и знакомишься с ним, и реально человек говорит, блин, а вы на самом деле-то нормальные ребята, а то она мне там Лиза рассказывала, тра-та-та. И я просто думаю, почему везде Лиза кому-то что-то про нас рассказывает? Реально очень много слухов. Сейчас наше агентство закрывает все рекламные долги Лизы Василенко перед различными брендами, магазинами и так далее, потому что Лиза просто их кинула на рекламу, а мы не можем оставить это без следа. Поэтому мы вычитаем деньги из ее рекламных проектов, просто отдаем людям. Перед тем, как Лиза пошла в другое рекламное агентство, я не стал им писать и говорить о том, что Лиза очень много про*****, очень много не выполняет своих задач. Я решил им дать время для того, чтобы они поняли это сами. Через две недели мне пишет Кирилл Дзинок о том, что он не может выйти с Лизой на связь, она не выполняет его всякие условия. Я им пишу, Кирилл, я не хотел тебе об этом говорить, я рад, что ты это понял сам. Но они продолжают работать, посмотрим, что будет дальше. Я привез тебя в эту команду и дал тебе здесь жизнь в Москве. Я впустил тебя в свою семью, а ты питаешься сейчас кюренить наше имя. Зачем ты это делаешь? Она реально за свое время в XO сделала очень много плохого и много людей. И просто я не знаю, что я сделала плохого ей. В тот момент она меня разлучилась со всеми близкими людьми. У меня был Володя по факту и с Алишей, которой я больше всех общалась. И она меня отобрала одного и второго. И если что, всю зиму я просто ни с кем не общалась и была одна. Я постоянно уезжала на квартиру, потому что мне было плохо. Я никому ни о чем не говорила. Если что, ко мне недавно приехали родители за несколько дней до Сочи. И я им рассказала это все. Мама плакала. Она говорит, почему ты нам не рассказывала? Я говорю, я не могла обратно рассказать это. Плачу. Мне было очень плохо. Я очень закручала за тобой, Алиш. И тебя очень не хватало. Я внутри переживаю, но я это не показываю и не говорю. Но на самом деле Кристина для меня очень дорога. И без нее, не знаю, без нее мне тоже было бы плохо. Потому что она меня тоже всегда поддерживает. И вот в этот момент, когда мы разговаривали, я поняла, правда, насколько Кристине важно общение со мной. И мне тоже. Мы с Кристиной всегда, я считаю, что будем вместе, несмотря на наши ссоры. И я думаю, что это нормально, потому что, ну, типа, всегда так происходит. Ну, я не знаю, как сказать. Я очень люблю Кристину, правда. Мы всегда будем двумя крысами. Нам пофиг, что говорят у нас за спиной. Ребят, самое интересное, что хотел рассказать с интересного дня. Это она говорит, блин, я думал, вы в XOP-остановой снимаете. А у вас все реально. А вот Герман козел. Она смотрела первый сезон просто, девочка, которая вчера приезжала. Они хотят начать встретиться, они ничего не поняли. Ты рассказал, что я не справляюсь. Я говорю, Герман хороший, надо с ним поговорить. Давайте я с ними тоже познакомлюсь, очень буду рада. Весь прошлый сезон я думал, что XO Team это постанова, они снимают постанову. Это не реальность вообще. Я приехал второй раз, у меня отбились все сомнения. Потому что все, что происходит со мной сейчас, это правда. И очень хочется показать вам нашу реальную жизнь. Опа, хахаль какой-то пришло. А это от кого, наверное? О, как прислали их вам. Там записочка. Там записочка. Заги, Маш. Я не знаю, кто прислал эти цветы. Что это? Загадка. Бухой смайлик. Там была такая странная записка-карточка в виде какого-то смайлика непонятного. Ну, то есть, мне кажется, что если бы это был кто-то из моих знакомых, может быть, там даже парней, я не знаю, то мне бы этот человек как-то бы потом что-то завуалированное написал, чтобы я поняла, что это конкретно от него. Спасибо. А есть загадки, кто это мог сделать? Ну, Гер, конечно. Конечно же, от Германа. Володя. А я фуберкуш. Я маме такой. Странно, он всегда дарит Еве розовые пионы, как когда-то дарил мне. Я не знаю, кто-то купил. Мне кажется, кто-то из наших ребят купил, чтобы сделать интригу. Ну, а может и нет. Может быть, какой-то тайный фанат. Но точно не я. А почему он не признался, что нет? Почему не признался? Ну, потому что он захотел так сделать. Он прям тактично подкатывает, знаете, заново. А вы спрашивали вопрос, с кем живет Ева? Вы узнавали? Вы заходили в комнаты, проверяли пыль под кроватью. Вдруг она там убран. Вдруг там Герман спит. Ладно. Короче, у меня есть сюрприз для Евы, на самом деле. Давай. Салют. Опа! Пошли, да? Фортира. Слепизеры? Ну. Мне не хочется. Мне не хочется. Мне не хочется. Мне не хочется. Ай! Ой, извиняюсь. Мне не хочется, Герман. Вообще не хочется. И идем. Мне вообще не хочется. Почему? Ты боишься? Тепло, кстати. Может, я отвернусь, пожалуйста? Бич! Курве, курве! Я не хочу! Ева, давай! Ева, давай! Как стоит? Круто! Классно! Это что она хочет? О STEM В Тревеске В Тревеске В Тревеске Пусть я стараюсь Путеше не другое Тот я, которые Польще Польще! КОНЕЦ Это вообще мелочи Мы едем, получается, мы опаздываем очень сильно И чтобы пострелять, нужно пройти 20-минутный инструктаж Потом еще, что-то еще, короче Получилось так, что... А что делать, а что? Ну, что делать? Да, Гер, ты что, вообще, расслабься Да и что другим людям заплатим? Забей, все Да это пи***ц, б***ь Маша вчера накосячила с отелем, мы не можем снимать нигде А я у Леси спрашиваю, она говорит Маша мне не давала контакты, это не я договорилась Ну-ка потом звонит Олеся, наш продюсер, который говорит Я не могу, я с кем договориться, не знаю, что делать Звонит Маша, потом еще звонит Олеся Говорит, давайте уточним, что делать дальше с Женей Мне кажется, что не вразим С днём рождения! С днём рождения! Ну, вы можете себе представить, что просто весь день пошел на смарку Когда целый день все есть ситуация за ситуацией, ты думаешь Ничего у Евы день рождения не удался В итоге мы приехали в автокенте, и я выбрал х**бивший фильм, просто Ну, как тебе вообще праздничек-то? Нормально Белки, ну-ка, вообще Если что, блядмистр очень старался Я знаю, так я знаю Может, пора быть благодарной больше, чем обычно? Ну, типа... Привет! Меня зовут Инди Сори, и я, так сказать, тёмная лошадка этого сезона Никто меня не ожидал здесь увидеть, но я здесь Выпей пиво, поцелуйся Андрей, я самород А как тебе вы сядешь? Без моих сайтов никто не справится Что я думаю по поводу отношений Евы и Геры? Коротко Гера хочет Еву Хочет быть с ней вместе Ева не хочет быть с Герой Гера, ты всё пр*****ал У меня вопрос, почему Даня смотрит фильм с Машей Сэм? У меня вопрос, почему ты ещё его не поцеловала? А, ты не Даня? Почему ты его ещё не поцеловала? Я целовался на мой... Маша с Даней вы смотрите? Они целовались за все уже По-моему, Маша, если что, не очень любит Даню Если это можно говорить Ну, да, мне тоже хотел сказать, что Маша... Ну, ладно, Маша Я моя подруга, но Даня Он меня удивляет, с каждым днём всё больше Типа что, он не захотел с тобой смотреть фильм? Мы приезжаем на Дверждение Евы И как-то так случается, что на меня нет места в тачках, где сидят ребята Вы на отдельной тачке, потому что... Не-не-не-не-не-не В одной тачке будут обсуждать... Нам вообще шикарно Ну, в принципе, неплохо вдвоём В одной тачке будут обсуждать тебя, в другой тачке будут обсуждать тебя И невозможно, чтобы вы там сидели, вот и всё Вот и всё, мы там вдвоём У меня вопрос, почему нас двоих, типа, вот так вот мило отсадили? Он говорит, так, ну, вас просто в машинах обсуждают Поэтому свалите, мы думаем Ну, прям кайф, я считаю Понял, мы какую-то страшно будем смотреть Да? Замечательно Там такая ещё музыка Так хочется кому-нибудь прижаться, взять за руку, чтобы не было страшно Но что? Но у нас есть только мы С тобой вдвоём И навсегда У неё такая какая-то дерьмовая прям реальная ситуация с Даней И у меня полное дно с Володей И мы такие Блин, ну Когда вот мальчики начнут понимать хоть каплю нас, понимая девушек И мы думаем, блин, ну может и никогда не начнут Уже легче реально стать лесбиянками Ну, как-то так Когда так было, девушка Что-то такие Настя Знаешь? Знаешь Не то, чтобы мне было плохо с тобой Нас посадили в одну машину вместе с оператором и Андреем Реем Спойлер Тёлки будут сосаться Ну, не знаю Нет А, ну просто Типа, не знаю С девочкой, но как-то реально странно Я не смогла бы, ну, расслабиться, как ты Чувак, чувак, ты бы расправила расслаблялась по полной Я тебе отвечаю Честно говоря, меня бы мама убила вообще нахер Если бы я поцеловалась с девочкой Или что-то, ну вот Ну всё, у неё был срыв Ну хуже уже реально, типа, в принципе, не будет Настя А давай поцелуйся Настя такая А давай Да просто, хотя бы коснуться Да нет, мы коснуться Тому уже Ну, это так И мы такие Стой, а еще разочек для превью Да пошло все Для превьюхи вот так Держи, держи, держи Молодцы Ну, честно говоря, это как бы только две бутылки пива Конечно, тут жара такая происходит Я не понимаю Откройте окна, я не могу Я честно вам говорю, во всем виноваты две бутылки пива и мой недотрах Это было смешно Просто потому, что у нас такие милые взаимные ситуации с ней Мы не бухи, только я Как вам фильм? Фильм? У меня хуйный фильм, хоум-видео, чуваки Давай, давай Как ты родители относишься вообще? Вот если мы как-то мешаем, типа К чему именно относишься? Ну, потому что ты сосёшься с девочкой Она не сосалась и наезжая Только что? Как это только что произошло? Ну, это просто, типа, чмок Типа, мы при встрече вот так вот, типа, чмокаемся Ну, типа, это нормально Давайте, целуйтесь Да Нет, целуйтесь, ещё раз Блин, ты мой бог ухил! Нет, поцелуй ты тогда её Мы не будем целоваться Нет, пожалуйста Нет, тебе нет А чан, 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 за сосиски в нибудь? Ты просто очень толю Ты сел в машину с Чаной Почему? Почему? С Чаной в прекрасных отношениях На протяжении года Эти человек проявил себя Обещение ко мне И я надеюсь, в отношении к ней тоже Что она очень верная Очень мудрая И всегда может поддержать И позвонить мне посреди ночи Потому что с Чаной нам очень просто общаться Вот и все Потом прошло какое-то количество времени И мы начали обсуждать, кого поцелуешь, за сколько и так далее За сколько бы поцелуешься с Christi Crime? От пяти тысяч Я бы поцелуешься с Christi Crime За три тысячи рублей Я просто не считаю Ты со всеми можешь поцелуешься в губы Абсолютно со всеми Ты всех целуешь в губы За сколько ты прямо сейчас поцелуешься Не за сколько Нет От пяти тысяч рублей Я не целуюсь Бэмби. Он мне как братик. Кого еще? Да никого, я не смогу никого поцеловать. А вот ты сможешь. Кого я смогу поцеловать? Да кого угодно. Я не целовался только с тобой, с Бэт Барби не целовался. Ну да. И с тобой только не целовался. Остальных всех ты целовал. Исправляем эту ситуацию? Да. Хорошо. А Чана может быть тем человеком, в которого ты можешь влюбиться? Не знаю. Как ты думаешь, ты в его вкусе вообще в целом? Во вкусе ли я Тима? Конечно. Даже Бом хотел бы со мной встречаться, но мне там птичка нашептала. Я Чане очень много раз говорил, что Чан, ты такая охуенно, что я даже готов на тебя, знаешь, жениться. Просто ты так чувствительно ко всему подходишь, ты так интересно, какие-то темы можешь обсуждать. С тобой просто и незапарно. И я спрашиваю, а вот в принципе, если я сделала предложение в машине прямо сейчас и с кольцом, то ты поцелуешь? Она такая. Предложение в машине в кинотеатре? Ну как будто можно поцеловаться уже первый раз, да? Когда тебя привели вот в кино, правда фильм получше выбрали, и кольцо достали. Ну да. Щечку. В лобик. Давай. Я такой, Чан, выходи за меня. Чан, выходи за меня. Выдержь, дай руку. Ты выдержишь руку правую, давай. Вот правая. И выдержишь за меня. И надеваю пальцы на ее пальцы. Вот что должно быть настоящим кольцом. Пальцы на пальцы, а не металл, понимаете? Для начала положено, как говорится. Вот в этом отношении, наверное, с Чаной все-таки это единственный вариант, где я могу понять, что вот общение между мальчиками и девочками существует как минимум. Дружба, да? Ну не знаю. Очень сложно ответить на вопрос дружба, недружба. Когда идти прикольно с человеком, ты даже не думаешь о том, что друг не друг. Ну, вообще, если рассуждать на тему дружбы между парнями и девушками, я считаю, что ее не существует. В любом случае, есть эмпатия у кого-то. Сто процентная. Либо она была, либо она будет. Я уже не могу, типа, мне так жарко тут на самом деле. Снимай футболк. Я уже сняла все, что могла, видишь, на меня. Ребята, раздевайся. Микрофоны. Давай. Какое у меня сегодня декольте хорошее. Да просто прекрасное, мне нравится. А что ты его надела, а Даня все равно в машине нету? Даня с Машей, он сидит. А он заметил, он заметил. Он отсюда или нет, по-твоему? То есть он такой, нечего делать, посмотрю-ка я на 10 метров вправо, в окно. Вот такое вот примерно. Опа-на! Он там сидит, ху**рит, наносит на декольте. Может мы ее это... А вот слабо подойти и вот просто засосать его прямо сейчас. Вы что, угораете? Нет. Я с Чаной поцеловалась. Два раза с Кристи поцеловалась. Подожди, с мужиком не то, как с девочкой. Ну да, согласно. Мне слабо, реально, мне слабо. Нет, ну и не потому, что будет слабо. Лайк за честность. Я первый раз в жизни такой ответ слышал. Что? Я что? Я, мать, где-то тусовался. Я первый раз в жизни слышал ответ, что типа я очкую. Друзья, это комплимент или университет? Я очку. Это очень круто. Нет, потому что будет слезо потом, скажи. Я не хочу. Да потому что нахуй. Нет, это неуважение к себе. Ну мне нравится бум. И что мне делать? Ну ситуация такая, что он вот эта х**а страдает с девчонками, там приглашает их. Ну неприятно. Какими-то левыми. Даня, Даня, сейчас он сидит с Морисен. Он вообще ни слова мне сегодня не говорит. И типа ну мы так общаемся, ну нормально, но я вообще в шоке. И сейчас я должна к нему идти и засасывать его? Я е**анутая? Да! И что делать мне, девочке, которая влюбилась? Если тебя френд донит. Очень классно. Вот. И... Опять, честно, меня сейчас будет е**ить просто. Мне так х**а сейчас вот всегда, когда я пью, я начинаю вспоминать о том, что я одинокая твари. Настя, кто дольше, кто дольше ждет, тот получает самое х**а. Ну вот сколько можно п*** ждать? И сколько можно? Я не могу уже. Я тоже не могу на сегодняшний месте. Ты должна, короче, с кем ты хочешь встречаться? Только честно, скажи уже. Только честно, реально. Антон, не смотри. Нет, с популярных каких-нибудь. Уже целый год ни с кем не трахаешь. Вот заменщательно просто. Я не могу. Нет, потрахать это. Как же вредно для здоровья. Нет, потрахать это можно все. Что вредно для здоровья? Вот без сэксер, это очень вредно для здоровья. Вот именно. Я устала, что мне опять не отвечает заименность, что... Ну, мне опять очень-очень больно. Я считаю, что это нормально, что если кто-то вы кто-то трахаете, что это нормально. Что? Если мы говорим про секс, то это попортит отношения. Это попортит отношения. Ну, прикиньте, сейчас мы... Сэкс портит отношения. Просто сейчас мы с Алишей переспим. Мы послали... Нет, просто... Нет, это... Тебе не дало. Алиша тебя хочет. Я брат, никому не дам. Я думаю, что со мной согласитесь, что если кто-то переспит здесь, например... Например! Что невозможно, что невозможно. Я с Алишей... Это потом попортит отношения. Она ему не даст. 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 Ты тупица, что ли? Она ему не даст. Делает это скрытно. Ну, мужики тоже делают это скрытно. Мужики очень палятся. Всегда. А ты изменяла когда-нибудь? Нет. Реально? Да? Нет, я не изменяла никогда. Реально? Ну, как так можно было сказать? Реально? Смотри на меня. Реально? Нет? Ну, когда-то было же. Поцелуй считается измена, кстати. Да. Понятно. Что? 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 Не поняла. Что ты сказал? Почему поцелуй эту измену? Почему поцелуй эту измену? Почему поцелуй эту измену? А ты изменял? Наверное, нет. Может, поцеловался с кем-то, типа, окей. Во время отношений? Ну, я не знаю, отношений это были. Нет, я не знаю. А это возможно? А ты любил вообще когда-нибудь этот раз? Да. Уверен? Да. А ты? А я не знаю. Мне кажется, да, но вдруг что-то еще есть сильнее. В каком было не сильнее? Я не знаю, любил ли я когда-то. Потому что как раз-таки у меня есть мысль, что, а, возможно, потом появится что-то большее, и я разочаруюсь в прошлом или до конца не пойму, что это было. Вдруг это по-другому чувство. Вдруг мы, типа, это еще не встречали. И, может, у тебя тоже было самое. Мы же не знаем, что любовь, в принципе, странная штука. Но Чана мне очень хорошо объяснила к тому, что очень много вариаций слова «любовь», и никто никогда не может объяснить, что это значит «любовь». Но сейчас, наверное, любовь – это то, когда тебе реально с человеком хорошо. В принципе, непонятная штука. Что такое любовь? Просто, ну, счастье. Ну, вот… Нет, счастье – это… Нет, счастье – это… Ну, типа, ну, потому что полюбить людей, с которыми ты общаешься, намного проще, чем полюбить кого-то, кого ты вообще не знаешь. Ну, типа, полюбить друга, прям, иметь любовь к нему, какие-то сильные чувства, намного проще, чем, вот, я пойду сейчас, условно, вот, с Антоном начну общаться, и мне будет сложнее его полюбить, нежели условно тебя. Поэтому, к этому надо немножко проще относиться и отдаваться. Просто сейчас я, как будто, к многому чему подхожу очень с холодной головой, не могу как-то сосредоточиться, или я как-то забиваю и угнетаю мысль, а могу ли я влюбиться в человека, я как раз говорю о том, что… И я не понимаю, нравится мне человек или нет, зачем это дело. Наверное, просто… Наверное, просто не позволяю себе влюбляться, не знаю, с чем это связано, но надеюсь, это когда-нибудь плюс исправится. Тебе не кажется странным, что пять часов назад у тебя сидели из Москвы в твоем инстаграме? Что, какая-то девушка, ты хуйня, ты себя сделаешь? Я не хуйня делаю, я тебе совет даю, чтобы у других людей твоего пароля не было, потому что у Лизы есть твой пароль. У Лизы есть мой пароль? Да. Ты точно, ах… Она сидит через твои… Возможно, да. А как вы узнали, что она сидит? Она купила новый телефон, заходит в инстаграм и такая, Даша, смотри, там Володя… И она говорит, что с сайклаудом оттянула. У меня сейчас именно страшно стало. Я тебе не хотела до этого говорить, потому что я думала, ты не поверишь, и я хотела вот с твоего телефона зайти и показать тебе. Ну да, пять часов назад в Москве заходили с моего телефона. Нет, она прям до сих пор смотрится. Жесть. И поэтому я никогда на сториз не отвечаю, не пишу вынести. Я тоже помню один раз. Я вообще за это забыл. Что-то Володя не отвечает, и я потом это узнаю и такая… И я вижу, что прочитано, и ты не отвечаешь мне. Я такая… Ну типа странно, что ты не ответила, я быстро удалилась вообще. Маш, я тебе всегда это… Я знаю. Отвечала. А я на Маше просто сказала… Я не хотела никому говорить вообще, потому что это личный секрет. Но я Маше сказала, что просто она тебе туда не писала. Потому что я думала… Не, понимаешь, что я говорила, что она сто процентов как корректовала то, что с тобой общалась? Ну и виновала просто к тебе, к человеку. Не, я не знаю, у меня были к ней чувства, это факт, но сейчас я такой… Что, Жень? Э, вы раздеваетесь, что ли? Жесткий рэп… Жесткий рэп… Жесткий рэп… Ну давайте, я могу поговорить с Митей, мне тяжело. У нас нет звука, мы даже не смотрим. Не, нельзя это снимать. Нельзя это снимать, давайте не будем. Ну, пока не буду, не хочу ничего. Я больше это лично сделать. Так хорошо, сейчас… Давайте не будем, Жень, ничего делать, окей? Чего? Ничего не надо снимать. Не, не, не надо снимать просто. Что? Ну вот сейчас. Да не, я просто не хочу ничего лишнего сказать и ляпнуть. А Лизе Василенко не хочу я говорить. Недавно я разговаривала с ним про Лизу, и он такой, я в шоке, я в шоке. Я говорю, ну, ты понимаешь, что она про все врала? И он мне говорит, Кристина, а если это все окажется правдой? И типа, она ни про что не врала, а вы вот все придумали и зря на нее наговариваете. Я говорю, чего? Что? Это он сейчас сказал. Правда, что ты сказал, что ты считаешь, что все, что говорила Лиза про Иксу Тим, это правда? Про Иксу Тим? А я не знаю, я не смогу им ничего говорить. Да. На фреску-то поставлять меня сейчас было. Так они все слышат с Петербургой. А, все получится. И они подходят, когда типа, им интересно. Не, я понимаю, но вы зачем задаете эти вопросы? Спасибо. Ну, Данил мне, кажется, задал специально это. Это он сейчас сказал? Да. Это он сказал недавно. Я говорю, Володь, то есть ты хочешь сказать, что вот правда, ну, про то, что Герман сосет члены, про то, что там Маша спит с ним, типа, полгода. Это все правда? Я говорю, Володь, ты поверишь в такие сказки какие-то. А есть ли это все правда? Какая правда? В любом случае, Володя в розовых очках. Конечно. Как ни крути, ну, у него осталось, наверное, что-то в Лизе. Да. Ну, он говорит, все, мы, типа, с ней не общаемся вообще никак. И он признает, что она им попользовалась. Он признает, что типа, блин, зря я ее вот это вот везде таскал, со всеми познакомил. Он себя винит, но тоже может у него какая-то влюбленность. Он, ну, не может поверить в то, что она плохая какая-то, я думаю. Я понимаю, Володя, почему он так. Если бы ему было похуй, то ему было посрать. А так нет. Или еще Лиза что-то знает. То, что она может как-то Володю раскрыть тоже не очень хорошей стороны. Произошла ситуация не очень хорошая с Володей. Ну, короче, Володя нас послал. Который он не хочет афишировать, ему сделали больно и все. А где он? Афишин. Афишин. Не да temos сказ. Да он может было нет. Лиза. Немного ткан. Он начинает верэ Words together. Я Dil вид compass. Он сломconnect� движения с видом и возмущ物 видов детей.